Ты смотришь молодежную программу вечер.ком. Тема программы «Ни рыбы, ни мясо». Мясоеды считают, что вегетарианство вредно для здоровья. А парапсихолог Олег Вавилов говорит, что если не есть мясо вовсе, можно остановить время. Более того, оставаться вечно молодым. Здравствуй, Олег. Всем привет, друзья. Неужели это правда? Сколько тебе лет? Ну, скажем так, моему телу 30. А на сколько ты себя чувствуешь? На 16. Даже, наверное, 14. Беса, да? Но на 30 не выглядит, правда, Таня? Хорош, мало. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этому? На самом деле я стал вегетарианством буквально 6 лет назад. Это относительно недавно. Первые 2-3 года я продолжал употреблять курицу и рыбу. То есть я отказался от говядины, от свинины, от такого грубого мяса. Морепродукты очень были любимы мной. Это о чем говорит? Большинству людей не стоит переходить резко к мясоедению на вегетарианство, да? Необходимо прислушиваться к организму. И я не призываю ни в коем разе бросать всех кушать мясо, да? Потому что большинство людей это нужно. До этого нужно дойти каким-то образом, либо чтобы тело было подготовлено. Если обратиться к ведам, да, древним знаниям, ведические знания говорят, что изначально клетка человека, она выстраивается из определенного материала. Допустим, это мясо и рыба, да? И потом, когда вы резко начинаете там есть орехи и фрукты, вы испытываете стресс, ломки. Ваш организм чувствует, что желудок не наполнен, да, пустота какая-то. Но это мясоеды меня поймут. У меня сегодня вот так вот было. Поел орешков там, да, там фрукты. Блин, я же жрать хочу, что такое вообще? Вот, это нормально. Но пройдет буквально там, может быть, месяц, и организм, клеточки наши начинают перестраиваться. И по стечении этого времени постепенно-постепенно мы можем там обходиться с зернобобовыми, они полностью заменяют белки. На самом деле нет единственного метода. Это вообще была бы абсолютно профанация и глупость говорить, что существует один метод. Вот у меня масса примеров. У меня примерно шесть человек в этом году, мои друзья, они перешли с, скажем так, мясоедства на вегетарианство. Причем без всякого фанатизма, без влияния, сами дошли до этого. И кто резко бросал, переходил, да? Кто постепенно там, кому-то год понадобился, кому-то два. Друзья, мы нисколько не призываем не есть мясо, просто пытаемся разобраться в этом вопросе. Олег, насколько я знаю, ты мастер опровергать доводы мясоедов. Вот скажи мне, пожалуйста, как такое существо, как человек с клыками, с глазами расположены, как у хищника, как он не должен питаться мясом? Вот как? Да, опровергни общеизвестное мнение о том, что человек все-таки схож с хищником, а не с травоядным животным. Ну, опровергать я ничего не собираюсь, я просто выражу свое мнение, да, и свои познания в этой области. Во-первых, у нас два клыка, да, сверху два снизу. Это говорит о том, что даже если, ну, допустим, что человеку положено... Сверху два, снизу два, четыре. Да, всего четыре. Человеку положено потреблять мясо, то потреблять в не таком количестве, чтобы каждый день и так далее. А у кого клыков, у кого из хищников клыков больше? Ну, как-то, ну, если возьмем каких-то там... Ну, льва. У них вообще-то все зубы, они как крысы. Дерущие зубы, а у нас есть жеватель, это основное. То есть рвущие, да. А, ну, значит, сколько клыков, столько мяса. Нет, это первая концепция, ее говорят, например, люди, которые, ну, допускают разумное потребление мяса. Интересно, интересный вообще, отличный довод. Это всего лишь теория, одна из теорий. На самом деле, я считаю, человек абсолютно травояден по своей природе по двум основным доводам. Это до чего дошел я, там, не из книг или не пропаганды, опять-таки. Во-первых, у нас длинный кишечник, никто не будет спорить. И мясо попросту, оно начинает загнивать. Отсюда несвежее дыхание и так далее. Когда я перестал, например, есть мясо, я заметил это по себе, да. Я с 14 лет, так скажем, занимался спортом, но всю жизнь и продолжаю заниматься. И стереотип там, что не хватает белка, влияет там на выносливость, это все, ну, это действительно стереотип. Есть, например, такие культурные зернобобовые, нужно их выделить. Вот для тех людей, которые задумываются и хотят переходить на вегетарианство, я хочу рассказать об этих вещах. Во-первых, это нут, ну, это такая культура есть, да, тоже, ну, она ближе к гороху. То есть там белка больше, чем в мясе. Если, например, его проращивать, как делают сыроеды, то вы получаете от, так скажем, 20 грамм нута заменяет чуть ли не килограмм мяса. Это факт. Можете проверять в интернете, пожалуйста, проверяйте, перепроверяйте. Есть еще такое, значит, такое зерно, называется оно киноа. В интернете наберите, посмотрите. А где находить нам все эти блоки? Это сейчас в Уфе на рынке доступно. На любом рынке, в любых супермаркетах это не проблема. Сейчас не каменный век вроде как-то, не СССР, да, любые проблемы. Только это, наверное, дорого, нереально. Вот как обычно студентам просто степень. Ну, например, сейчас я скажу точно, потому что я приобретал недавно, ну, 500 грамм примерно там 100-150 рублей, да. Но по, например, как сказать, потребляемости хватит надолго и по количеству содержания белка оно компенсируется. Это стереотип, да, там фрукты дорого, орехи дорого, мясо недорого, конечно. Ну, а ты тратишь денег больше, чем мясоед? Я так скажу. В общем, честно говоря, я не веду подсчет и не вел никогда. Ну, однозначно, вот так вот даже на скидку, ну, гораздо меньше. Я пришел к этому, не исходя ни с каких учений, в общем-то, тогда... Просто так получилось? Да, так получилось. В общем, как-то я просыпаюсь утром, причем за день до этого навернул хороший кусок мяса такой, и вижу такой вкусный, приготовленный кусочек мяса. И понимаю, что я вообще его не хочу есть. Абсолютно. Ну, думаю, наверное, это пройдет. Подожду до обеда, там, до часу, проголодаюсь, прихожу снова, опять не хочу есть. И, в общем-то, с того момента, я мясо не употреблял. Олег, как ты считаешь, вегетарианство может характеризовать человека? Это, наверное, стереотип, да, что вегетарианцы бурые миролюбивые, или они, там, более позитивные. Это бред? По большому счету, да. Сейчас объясню, почему. То есть, может быть, и злой вегетарианец? Конечно. И я постоянно могу разозлиться, там, если мне что-то не нравится. То есть, нервозность, она тоже присутствует. Да, но я прорабатываю это, я трансформирую как-то и так далее. Это уже другая история, да? Даже святые гневаются. То есть, я был на семинаре одного святого, он говорит, это, говорит, неправда. Святые гневаются. Но они очень быстро начинают молиться и трансформируют это состояние в любовь. Ух ты. Это миссия делать? Трансформировать, это каждый умеет. То есть, это ты умеешь, она умеет. То есть, как только чувствуешь, начинаешь злиться, такой, сразу бац. Есть разные методы. Ты чувствуешь какую-нибудь ауру этой нашей студии? Ты чувствуешь, что нам хочется мяса, стани? Можно отличить, вот, визуально? На самом деле, я как считаю, нет разницы между мной, тобой и, опять-таки, все равно во вселенной. И неважно, едите вы мясо или нет. Важно то, наверное, что вы и заучаете в данный момент, здесь, сейчас. Это, знаете, из-за ряда «я вижу, я вижу», ну, я, короче, вижу, ты голодный. Вот, что-то из-за разряда этого. Это все ерунда, конечно. Внутри себя человек, конечно же, чувствует изменения, да? Начиная заниматься вегетарианством. А внешне замечают ли люди, что человек меняется? Как сказать, что изменится? Я могу так сказать. Вот, однозначно, насчет вегетарианства говорить ничего не буду, но сыроедение однозначно ключ к вечной молодости. Это факт. И в Индии... Вот, друзья, давайте коснемся сыроедения. Вот, сегодня об этом мы еще не говорили. Сыроедение, что это такое? До вчера я думал, что это просто поедание разных сортов сыра. Давайте разберемся, сыроедение. Сыроедение – это, наверное, следующий осознанный, и хочу подчеркнуть именно осознанный шаг после вегетарианства. Человек приходит осознанно к этому, и он может получать жизненную энергию, например, из горсти пророченного пшена, или нута, или маша. Он съедает горсть, и я проводил эксперименты где-то полгода, энергии действительно больше, и легче себя чувствовать, что ты летаешь. Просто хлеб не ешь вообще. Все, что делается термически, то ты не употребляешь. Кроме сыра. Правильно? Нет. Сыр тоже, молочный тоже. Вообще сыроеден не употребляет молочную продукцию. Есть даже целая наука, посвященная тому, какие, допустим, готовить блюда, какие туда добавлять специи, и как этим воздействовать на настроение человека, его умственный тонус. Вот мы говорили о том, что человек больше приспособлен к растительной пище. А такие народы, как, например, чукчи, ведь они же не могут питаться овощами, фруктами, растениями. На этот вопрос отвечает очень тонкая ведическая культура. Вообще, конечно, веды очень жестко говорят, там, где заканчивается юг, и не растут бананы, там начинается, там точнее прекращается цивилизация. То есть там действительно не растут фрукты, да, какие-то даже овощи. Есть только ягоды, они пьют эту тёплую оленью кровь, какие-то такие вещи. Но это связано напрямую с сознанием, как раз таки, с сознанием и с духовным развитием человека. Потому что, как правило, когда, допустим, я провожу лекции по здоровому питанию, о юрведе, да, ещё каких-то вещах, касаемых здоровья, человек по меньшей мере задумывается. И, как правило, он потом переходит. Если ты обладаешь определёнными знаниями, и у тебя есть такая возможность отказаться от мяса, то это человек разумный. Человек, который, скажем так, живёт, как выражаются эзотерики, на второй чакре, это секс, сон и еда, ему это не важно. Он будет выпивать, кушать мясо, он будет счастлив. И я таких людей уважаю, я против ничего не имею, не нужно ничего навязывать. К сожалению, в нашей студии сегодня так и не появится мясоед, который мог бы всё это опровергнуть. Я, кажется, знаю, почему. Он испугался. Действительно, должен был прийти от группы «Город солнца» мясоед и поспорить на эту тему. Но вот, к сожалению, некому, друзья. Не, ну, поспорить, наверное, не получится, потому что мы спорить не любим. У нас есть просто своё видение этого вопроса. Я уважаю точку зрения любого человека. Ребята, спасибо больше вам за интересную вегетарианскую беседу. Действительно, я сейчас поймал себя на мысли, что никогда мы тему здоровья в программе «Вечерком» не поднимали, потому что, ну, как-то молодым задуматься о здоровье рановато вроде бы как, да? Интересно, спасибо большое. Друзья.